Я всего полтора года занимаюсь? Да, я всего полтора года пишу картины и тут... А чем до этого? До этого всегда какой-то бизнес, но всегда меня... А вас как зовут? Обвиняли в творчестве, как сказать, в творческом уклоне, скажем, да? Элая меня зовут? Элая. Да, это моя выставка, как бы персональная вышла. Но это все сконтанно, потому что, ну, говорили 17 часов. Что вас вдохновило на написание картин? На написание картин, вот я думаю, или все-таки большое отчаяние, что ты за собой в жизни ничего не оставила, тебе уже 45, да? Или это накопилось и вылилось, и вы это как... Я заслужила и сверху... И сверху вам пришло. Далось, да. Вот я дослужила. Может быть, это сверху далось вам. Впечатляюще, очень красиво. Красиво лишь очень красиво. Ну, это... Живей красиво. Причем... Ну, каждая же картина наверняка своя история, да? Обязательно. Вы не писаете, какие разные эти истории. Тут есть, например, картина, которая всю жизнь стеснялась. Я ее написала за один день. А, скажите, пожалуйста. Вот она. Я ее назвала СССР, вот она синяя, да? Вот. Вот. И... Откуда я могу знать? Вот, понимаете? Если бы я знала, что на этих картинах... Я бы сама заплатила. Это мое подсознание. Подсознание всегда, да? Больше. И она вдруг потом получила самое большое признание от всех искусствоведов. И поэтому я ее выставила сейчас. А я ее стеснялась и никому не показывала. Вот. Здесь много лета. А вот это самый первый мой хост. Это самый первый хост. Потому что мне там хотелось написать большую картину. Я купила хост, а еще писать не научилась. А мне хочется сегодня. Я взяла валик, начала вкатывать в хост всю свою светлую энергию. Мне хотелось написать самый большой светлый хост на свете. И пять дней по пять часов я делала только этот хост, потому что я больше не знала, что я могу делать. Вот это самая первая работа. И самая песня. Искренне. Самая искренняя. Тут много самых первых. Они очень искренние. Потому что я, допустим, никогда не думала, что она будет пользоваться для картины чьей-либо популярностью. Но именно ее, в общем-то, заценили. Так же вот в первые два месяца. Вот такие вещи. Я, правда, даже повторить не смогла ни разу на заказ. Это летучий голландец. Почему летучий голландец? Ну, потому что я вижу, что вот он летит. Я сначала пишу, а потом... А что изображено? Ой, а вот это очень интересная вещь, потому что это мой первый и практически последний планер. Я вышла на соседнюю улицу прошлым летом. Поскольку я с февраля по... С февраля 2018-го по февраль 2019-го я круглосуточно писала. Ну, за все 20 лет Капушину, видимо, да? Вот. И мне очень захотелось пойти на племя. А у меня нет возможности, значит. Я пошла на соседний переулок и смотрела на желтый дом, два зеленых дерева, сзади темный домик. А здесь не пыльная площадка детская, а вышли норвежские фьорды. Эта картина заняла первое место на российском искусстве в октябре 2018-го года. Вот. Что скажете об вашей этой картины? А это у меня было трио. Это значит, я всем сказала в феврале, что у меня обязательно... Скажите, пожалуйста. Я сказала всем, что у меня будет первая персональная выставка. И мои родственники начали меня уговаривать. Пожалуйста, не позорь нас. Ты же мой художник, мы же это знаем. И я всем объявила, что в феврале, что у меня будет выставка. Хотя еще я не брала даже уроки. Вот. В феврале я начала брать уроки. И 15 апреля, прямо за три дня до своей первой персональной новинзаводе, я написала трио. Вот эта башня вот там. Но церковь здесь от башни. Вот эта башня, да. И вчера ее очень уже хотели купить, когда здесь она пришла. Но я пока не готова остаться. Потому что они для меня большая церковь. А нет, для вас удобны. Они для меня очень большая церковь, да. Ну и потом мне неинтересно повторяться. Дело серии, если за один раз за один заход не получилось, то это... Я уже знаю, что я это могу в такой технике, да. Это мне неинтересно. Поэтому я все время разная, разная. А сейчас, видите, вот я... Теперь я графику делаю, никогда не помню. Какая у вас самая любимая картина? Но самая первая. Самая первая. Вот она. Это моя самая первая картина. Ноябрь 2017 года. Было холодно. Вот. Мне сказали, знаешь, как дым пишется? Дым? Да. Да. Заткатываешь там темную краску, потом белые такие штучки и что-нибудь размажешь и выйдет дым. Ну, если честно, я увидела какого-то страшного инопланетянина. Я так испугалась. Это дым. Да. Но я назвала картину «Духи или дым?» Вопрос. Это достаточно интересная картина с вашей башней. Но оказалось, это вообще очень символично. Она пустая? Нет. Она обязательно не пустая. Но суть в чем? В этом году я взяла у нумеролога консультацию. Она не знает, что я уже художник. Но она вообще не знает меня. Сиркутская женщина. Она говорит, что ваша задача основная – это духовный рост по жизни. И действительно, с 15 лет, из-за клинической смерти, я только этим занимаюсь. И ваша задача – возродить вашу башню, которая была поручена до рождения, духовного роста. Возродить, чтобы она вышла из темноты и воссияла. Я говорю, вы знаете, я в прошлом году написала эту башню. И вот так она рассказала мне про всех. Расскажите, пожалуйста. Это называется «Остров эльфов». Я сначала думала, ну, так, я просто так придумала, да? Оказалось, опять же, как мне сказала вот эта нумеролога, она говорит, я не знаю, чем вы занимаетесь, но все, что вы делаете, вы передаете тонкий мир. Вы его чувствуете и просто людям передаете. И, честно говоря, я уже точно уверена, что «Остров эльфов» есть, и он, наверное, так и выглядит, да? Но я его просто вот чувствую. Мы так себе его поставили. Да. Это реинкарнация. Это реинкарнация? Реинкарнация. 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 Ну, это мне название, да, Ларисновидящий. Я сказала, космический оргазм, именно так оно и выглядит. И эта картина так и выглядит. Лиловый немножко. Лиловый космический оргазм. Кто бы подумал.